Впрочем, не все так печально, доложил эксперт на заседании. Львиную долю бюджетных мест аграрному все-таки удалось закрыть. Было решено продлить прием до 21 августа. И в итоге по доп. набору мы набрали больше 50 человек. То есть чуть меньше 20 мест у нас также осталось незаполненных бюджетных. В УЗИ корень проблемы видят в Королеве наук. Новшеством года стало разделение экзамена по математике на базовый и профильный уровень. Именно с базовым и пришли многие абитуриенты в приемную комиссию, что было явно недостаточно для поступления. В Агау убеждены, дело вовсе не в том, что вчерашние выпускники не стали поступать на зоотехнию или агрономическое направление. Из-за страха не устроиться по профессии после выхода из стен альмаматор. Спрос на таких специалистов. Это крупнейший животноводческий комплекс «Играя». Это управление природных ресурсов запрашивает нас, специалистов лесного хозяйства. И предлагают, могу сказать, достаточно хорошие условия. Это стартовая заработная плата, порядка 10-15 тысяч это предоставление жилья. Нам требуется главный инженер, главный ветрач. Желательно, конечно, с опытом. Но и молодым когда-то надо учиться. В следующем году Аграрный университет от предложенных Министерством образования бюджетных мест отказываться не намерен. Здесь уверены, ситуация с недобором не повторится. А что бы этого точно не случилось, в сентябре Агау начнет усиливать профориентационную работу. Специалисты вуза объедут десятки школ края, чтобы объяснить старшеклассникам, в чем заключается суть профессии ветеринара, зоотехника, лесника и ветценэксперта, и какой набор экзаменов требуется для поступления.